Привет всем! Мы сегодня в Ашане. Око. Большая это все игрество вина. Начинается с подарков. Затем идут импортные процека. Это все мы будем делать обзоры. Процека идет. Здесь сладкое вина. Разнообразные астии, какие-то спуманты. Вот какие-то десертные варианты. Вот дальше у них разбито по группам сладкое. Как в анекдоте. Девочка пишет письмо Деду Морозу. Дедушка Мороз, мне родители запретили на Новый год сладкое. Поэтому пришли, пожалуйста. Полусладкое и полусухое. Дальше разбито на вино России. Хотя мне не очень понятно. И дальше здесь можно в конце увидеть всеми любимые винные напитки Санта-Степана, воска и прочее. Им подобные. Которые, как известно, не являются вином. Друзья мои, ну мы начнем с брютов. И брюты разнообразные. Я не знал с чего начать. Поэтому я решил начать то, что называется снизу. На самом деле я более-менее знаю все эти напитки. Индэ, мы знаем, это прекрасно. Я знаю, что там Абраудер, все это хорошо и прекрасно. ТТТ Дешеваль мы пробовали. Киви Александр, это классика. Но что вот таится, что таится вот в таком, например, напитке за 239 рублей. То есть есть акционная цена, а здесь регулярная 239 рублей. Здесь вот какой-то есть гристое вино брют. Коля сегодня сделал паэлью, нас ждет с паэльей, но надо ему что-нибудь вкусненькое взять. Но надо же это попробовать. Люди же это покупают. Что там налить внутри? Не все же, не у всех есть деньги там, 700 рублей на шампанское. Так что давайте уж соберем силы в кулак и будем выбирать вот эти дешевые позиции. В общем, берем только брюты и только дешевые. Вот это российское шампанское. Не знаю, кто произвел. Читать не могу, разберемся с Коляночем у него. Так, вот это какой-то винотуар. Что за винотуар? Непонятный винотуар. Стоит 239 рублей. И потом сфоткать не забыть. Дальше, вот советское шампанское. Ну, понятно, к чему отсыл. Хотя, в принципе, все меньше и меньше таких вот этикеток встречается в рознице. Дальше, что еще можно взять? Давайте, там зона, вот зона тоже 349 рублей, регулярка. Значит, берем золотой медальон. Золотой медальон. Попробуем. Так, дальше. Ну, дальше есть регулярка. Есть, например, Лев Голицын брюк, который стоит 350 рублей по акции. Давайте его возьмем, попробуем. Он уже, конечно, немножко другой ценовой группы, но 359 рублей это доступно. Севастопольский бриз продается в Ашане. Стоит, скорее всего, вино севастопольского завода. Я этот завод знаю хорошо. Завод был неплохой. Производим неплохую продукцию. Так, что еще за 300? Золотая балка за 369, что неплохо, можно купить. Завод известный, делает высококачественную продукцию, в том числе, а это недорогая серия. Абрау Дюрсо, черная этикетка. Вот какой-то вот мало-непонятный производитель. Винный гид, в свое время мы сталкивались с ним в сухом варианте, в тихом. Было не очень хорошо. Попробуем. Так, больше 400 уже не берем. Ну вот, есть какой-то непонятный товарищ красивый, но, не знаю. Очень красиво. Кто это сделал, разобрать не могу. Будем разбираться. Для пти, петит перле. Петит перле, маленькие пузырьки. Что еще? Кого забыли за 300 рублей? 300, 300, 300. Графиня, смотри, 300, еще и 300. Инкерман, 300, 900. Графиня, скажи, 300. Слышно, Инкерман, брю. Берем. 399. Все, немало мы. Все, забыл. Южный дворик. Спарклинг вайн. Кабардино-Балкария. 248 рублей. Дикаспика, брюд. 379 рублей. Тодербенская надельская компания. Наши друзья. Ну, возьмем на испытание. У них же, правда, есть еще и экстра-брюд, которые мы не взяли. Но я думаю, что придется по экстра-брюдам, по многочисленным просьбам трудящихся, сделать еще один ролик. Кабардино-балкария. 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 раз раз на матрас мне что это потом все допивать до собой не возьмете так друзья мои но просили добрый вечер побольше шампанского вот вам побольше еще вера больше во вторых мы во второй раз начинаем с нуля в другом смысле то есть самых низких цен казавшись графини ваша ним обнаружили что есть за 200 там с не с лишним рублей до шампанское в общем много раз на гранисты я его не пробовал коле его никогда не пробовал и может быть вы даже не пробовали но это не значит что если продукт продаются магазине называется вино что он ну его никто не покупает правильно какие-то люди покупают значит для кого-то она предназначена и разница может быть между ними на самом деле тоже большая поэтому наша задача выбрать качественное игристое вино рассказать вам о нем и пригласите мы же как бы народные дегустаторы да а на самом деле фантазия вот мы сейчас начнем разбирать все это начиная с нуля я же там не стал какой самый дешевый в то же время мы с тобой точно знаем что цена не всегда показатель качества да не вспомни в прошлом году мысхака кюве да это же было волшебно за те деньги просто конечно тоже кстати до 300 рублей было давай начинаю играть что-то 300 до 300 275 279 что-то в этом рода над красное-белое это уникальный магазин так поехали вот на обнаружилось такое вот интересное игристое вино это российская игристое но может почитать но может лучше даже открыть салют потому что раньше такое было салют это название предприятия видимо да скорее всего алиасе кампо компании произведено в россии чё почитать тебе еще ну что там 40 году синий ограничен северо-кавказский федеральный округ происхождение происхождение винограда россия северо-кавказский федеральный округ так открывая я буду это значит вот это называется но на южный дворник нас 13 да я тоже хотел сказать южный дворник но ты меня перейдут вино для подарков губы уже лишних южный дворник и дворник моего жена важек с лопатой по двору кружит бежит языке хаяма матеря январь какой-то так суши вот да а чего я боялся на пробочка да 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 я полотенца это не открою это надо людям бы сблизи это же раритет уже ну да такое но нынешним принесите графиня пока нам полотенца у нас тут иначе руки в себе собью вот она давай матери красота вот видишь а ты говоришь вот и говоришь зря покупали да вот она крат вот в коле коляныч давай делай так суши понеслась стараться может погреть и зажигалкой суши мне уже сегодня крути крути так я пока покажу вам ребята паэлью который когда приготовил то есть он не ожидал что я приду с таким трэшем с трэшем я держит ну пока не приготовил очень вкусную паэлью все дегустации не удалось могли открыть ладно салабон давай я сейчас за я вторую тогда она так мы же во-первых полотенце должно мокрое быть она тогда давай водичка есть у нас в стакане ну вращается на счет надо же вращать я в курсе да у меня не получил а он говорит что не умеет открывать шампанское лапу все на меня лапок был не очень сильно он просто лентяй так друг мой удалить первые от центр одинок края хорошо это мы после там памятных событий когда нас обвинили в том что мы все попутали берега берега попутаны а здесь какая пробка здесь пробка полотенца найдет так уже закрыта южного дворника особо не та самая газация при а суши я тебе не налил как всегда добрый тогда поехали ups так и давай сразу это значит называется вино это прочитать как винотуар винотуар игристое вино белый брюд винотуар винотуар ну по-русски написано здесь винотуар что это означает я так и не понял может это не вино вовсе винотуар но может они хотели винота у нас если тур смысле вот но получилось винотуар это ближе к вину туалет ну попробуем вот с этим вот она опять родная гитар 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 кам-то май бадуар смотри ну а нас и про те а то слушай без мюзле так приятно дегустация начинает играть новыми красками подожди а та же без мюзле была конечно ладно хорошо без мюзле как без мюзле она бы до нас не доехала без мюзле так поехали гитар 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 издалека уже как-то веселее она если насти и дрожжей да так ну погнали наши городских времени мало давай по-быстрому по-быстрому и спать до не внутри эти еще ладно юр подожди нет не переигрывай меня но подавили соли вы лицу так ну давай посмотрим ландо глотает мужа не буду здесь можно дам коль ну а чё тут certain на разбираться ну да первый ароматизатор вообще никакой с чистой химус создаются чистой химию кислотность какая-то искусственная каким-то помимо того что это каким-то пыталась сделать каким-то мускатным ароматизатор чего какой-то тряпкой мокрой воняет здесь пробка здесь то ли пробка то ли хрен знает чего во рту получше диспертуру тоже пруга ну то ли это пробка то ли это такое изначально получилась игристая вино это вообще нельзя пить ребят ну блин подтверждаю я даже не буду вдаваться в нюансы как бы ну и третье винотуар кто-то хотя бы не отталкивать сейчас посмотрим такая же история какие-то ароматизаторы не тут даже можно не вырезать те места где мы это все дело в себя не берем да да что это кто это делает московская область а этом этот изготовитель ну скажи а мупа юридический адрес подожди изготовитель вину минераловодского минераловодский завод минераловодский винзавод минеральные воды не на тут такой резкой химии нет но какой-то жирный такой неприятный тон но во рту тоже нет в носу это из трех самые лучшие в носу проехали бы еще подумать что это можно пить все юру на страдку от нас 13 образцов он как-то один нашелся человек который в комментариях написал что самелье должны сплевывать серебряное ведерко уже второй раз это напоминаешь но мы будем продолжать вот она серебряная ведерко серебряный тазик даже обычно коли в нем оливье делает а сейчас будем использовать для моего оливье и срочно срочно полоскать полоскать бокалы потому что ужасное совершенно но я прошу прощения что такие нецензурные слова бросаю в эфир а нам спиту на может не хватить такими темпами да может не хватить давай это самое уже начнем открывать следующий по годовой и на игорь и находят бродят тогда так же по очереди как мы хотели знать крым брюд ты знаешь да помнишь у нас с тобой было такое вино с такой похожей этикет как там и с тобой каберна савиньон и такими дорогие в одной из первых до в одной из первых роликов мы дегустирули этого честно вера не уже и это был завод вина леваде местохождение соответственно республика крым город ялта улиц красных партизан но надежда есть что она ложится более менее приемлемым давай открывай вот следующее вино это надежды что но кажется у нас во рту да да что она во рту они в тазике так второе это у нас золотой медальон настоящий вино и настоящий вино и гриста от завода лоза ставрополия создана полностью реконструирована картофорный метод знаменитого шампаниста аэм фролова багреев но здесь они совершенно правы фролова багреев это великие ученые российские работавшие на предприятии образу со в свое время и общем автор метода непрерывный шампанизации в непрерывном потоке то есть это метод при котором метод шарма-мартиноти был совершенствован и развит до такой степени что у нас была очень большая производительность наших идет 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 я стараюсь наших шампанских линий вот потому что был со стороны отца народов властью сиреновича была дана команда что напиток миллионер должен стать напитком миллионов и жить стало лучше жить стола до его дошло до того что игристое вино продавали прямо из таких больших бочонков как квас уже было подойти заплатить там 20 копеечка и купить стаканчик вина вот но тут они конечно ребята крыти картофорный метод на соотечество правил историю наделая это они не правда картофорный метод открыл открыл не фролов багреев по ребята не путайте картофорный метод это шарма мартиноти и так далее то есть арма открыл мартиноти запатентовал там или наоборот может не открою но до открывая да даже я читаю его до сохранил технологию в общем они все напутали потому что фролов багреев именно занимался шампанье непрерывным методом непрерывной шампанизации вот и не надо говорить что только этот завод работают по данной технологии по данной технологии работают все на советские радующие после такой прелюдии красивые то все равно что прокатить к себе такая мужчина много все расскажет хорошего когда дело доходит до нет нет он раздевается она на нем нет да белье семейники застирать белье за какой там фабрики большевичка какой-нибудь некрасивая ну я сейчас про мужчину говорю так у тебя это уж получение сексист у тебя было сзади тебя нету на страны друзья у меня будет слава человека по пластиковым бурла с массовым пробкам но я не могу суши нам везет тут третье тоже позади тебя вода есть но я ниже не виду вот пожалуйста она же сзади я специалист по стрелковым в открытии ну это когда мы разговаривали что это он все по госту у нас погодит у нас开 пробка такая она погодит по советскому го то что мы все по госту делаем у нас и пробка вот пластмассовая белая но во-первых импортозамещение ответим на их коробку нашим пластмассом пластмассом изделия дубовый пластмассовому вину пластмассовую пробку Так, и открываем. Ну, кстати, вино может сказать нормальным, но по цвету, к сожалению, я вижу, что Фролов-Багреев, наверное, был бы не очень доволен этим вином. Да, вот даже мой коллега Николай, он уже знает, совершенно верно говорит Коля. Уже в цвете мы можем предположить, что вино это, которое красиво написано, Фролов-Багреев-Методы. Вот, просто три рядом стоят, и оно явно выделяется. Оно явно выделяется, явно оно уже по цвету, к сожалению. Год они уже не удосушатся писать о таком недорогом вине. Вот это тоже, мы про это не поговорили. Да, давай. На, как это называется, этикетка верхняя, кокетка, да, или как там? Кокотка. Кокотка. Клиеретка. Клиеретка. Под контролем государства, советская. Советское шампанское белое брюк. А, неправильно говорю, потому что Советское, это принадлежит Союз по импорту. Так, так, под контроль, в соответствии с ГОСТ. Не шутка тебе. Крым, Симферополь, Московское шоссе, Симферопольский завод. Сальгаты, рис, тут даже сорта указаны, видишь? Ну, круто. Ничего себе, шансы есть. Так. И здесь вот стоит конкурс ВИН Ялта. В 70-м году она получила награду. Старше меня. И с тех пор бутылка стоит. И с тех пор стоит, да. И также, вот, Береси, в 63-м году эта награда была получена. Даже старше тебя. А ты у нас старый этот. А я ведь... Ветеран. 68-го, я помню. Так, ну, поехали. Так, для начала. Для начала у нас это Крым, вот это вот брюд, просто брюд. Вайнгайд. Это Винный гид. Они так уже немножко завуалировали, но... Потому что мы знаем, Винный гид это у кого? Это у Артура Георгиевича Саркисяна и у Роскачества Винной гиды. А у меня Винный гид Продэкспо, а называть нельзя так никому. Ну, что пишут? Тухлецой, по-моему. Я бы сказал, что корка, но это не корка, потому что они все под пластиком были. Они под пластиком были. Ну, а у них корка живет прям уже в нем костях. В самем, да. Да, кстати, трехлоринизован может на старой винодельне, в оборудовании жить. Плохо моют, плохо чистят, плохо... Не знаю, чего. Плохо, короче. Ну, можно, конечно, дать ему шанс, но а что изменится? Нет. Серебряное ведерко хочется не просто сплюнуть, а львануть. Не надо. Второе. Вот это как бы наследники метода Фролова-Багреева из Ставрополя. Посмотрим, что они создали. Химия. Какая, не знаю. Не знаю, но то, что окислено. Сто пудов. Сто пудов. Сто пудов уже ацетоновая-то она появилась. Уксусная. И во вкусе тоже. Ацетоновая-то, что я сказал, как раз. Да. Да. В вкусе тоже беда. Это наличие ацетальдегидной кислоты. Процессы окисления запущены. Букеты разлажены. Уксус. Не знаю, что делать с этим. Слушай, и вот на контрасте. Ну, это такой мускатик пошел. Кстати, он тут указан вообще. Шардонель, Гатарисинг, Савиньон и Хацетель. Ну, а муската нет. А мускатом прет вообще. Может, ароматизатор тоже мускат? Ну, не знаю. Ну, ни один из перечисленных сортов, который на этикетке, не должен давать такой аромат. Ну, в целом-то неплохо. Ну, вот до контрасти. Слушай, ну, более-менее. Приближается к названию. Более-менее. Ну, тоже подокисленная, такая плосковатая кислотность. Мускатный тон есть в носе. Несмотря на отсутствие мускатных. Такой, чуть мульноватый. Ну, хотя бы. Ну, это что-то уже перешагнуло черту. Не то, что можно пить. Можно взять в рот. Да. Николай, вы сами решите. Вот. Как жить дальше вам. Вот. Просто это. Ну, хотя бы это вино уже. Да. Похоже на вино. И так, да, давай. Надо полоскать. Полоскать однозначно. Полоскать кого-то. Мы с тобой сто лет этого не делали. Но вот это надо полоскать. Да, надо полоскать. По-ласкать или полоскать? Не знаю. Как, ну. Нет, вот ласкать это не хочется. Друзья мои, ну, мы пошли ради вас на этот эксперимент. И как следовало ожидать, конечно, не берите. Страдаем, 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 страдаем. Не стоит вам этого делать. Так. Вот этот. Темная лошадка. Перл. Жемчужина. И вся такая новогодняя. Вся такая на елочку повесить хочется, да? Да, да. Ну, тут как бы, судя по... Не помню, тоже что-то 230 стоит. На детский шампунь. Да, ну, она похожа, да. Ну, просто смотрите, сколько же денег на оформление бутылки ушло. Это же такая вот... Ее знак была в эту пленку. Да, это пленка такая. Там все это. Извиняюсь за выражение. Насадить надо. Вот. Сначала насадить. Да. Потом термоусадить. Да. Потом навредить. Насолить. И так далее. О, ну, здесь курковая пробка, кстати. Да, да, да. Не это самое. Это вам не шухру и мухру. Не шухру мухру. Это вам не упройкиных. Да, смотри, Колян, твоя пополнится коллекция сейчас. Позорь. Ура, ура. Вот, пополнится. И вот это. Слушай, на самом деле, вот реально, я очень даже мне интересно, то, что мы такую дегустацию затеяли, потому что я в своей жизни уже сто лет. Не зря. Я тоже. Хватит жить в мире иллюзий. Никогда. Пора спускаться на землю, да. Понимаешь? Бутылка, кстати, что характерно, прозрачная. Бутылка прозрачная, да. Я не знаю, что характерно это или нет. Не, не, что не характерно. Не, она у нас солнечный свет, он вообще вреден для вина, то есть происходит обесцветивание. Но она у нас в пленке. Вот, да. Но она в пленке, можно им простить это, так сказать. Может, они... Вот, а кто, кстати, это производит-то? Вот ты теперь пока читай. А давай, открывай. Севастоп. Так, Севастоп. Игристое вино, блюд белое, лапетти, как меня мучил говорить графиня, перл, перл, перл. Перл. Да, дата розлива указана. Содержание из белых сортов. Союз вино. Союз вино, ну, достаточно такой неплохой завод, современный, но не всегда выдает он, конечно, адекватная продукцию. Ну, по крайней мере, я точно знаю, что это завод, ну, такой, с хорошим оборудованием. Значит, из награды белых сортов, шардоне и савиньон. Шардоне и савиньон. С другой стороны, мои любимые сорта. Сейчас попробуем. Оформление, оформление такое неплохое. Перл. Петит. Перл прет, да? Ты говорил, ну, как ты, ты уже, говорит, свою, перл. Юра, опять освоил. Савиньон. Так, ну, понятно, что это Севастополь, улица Портовая. Это что такое было? А, ну, да. Оно окисленное. Вот, окисленный хлам. Я просто старый. Так, следующий образец. Севастопольский бриз. Да. Корковая пробка. Да, да, значит. Ну, это, я хочу на это шампанское сделать ставку, потому что я в свое время очень дружил с этим заводом. Севастопольский наличийский завод. Прямо в Севастополе он располагается. У него есть и высокая, более уровня продукция. Интересно, что он располагается в здании бомбоубежища, которое было построено еще давным-давно. И, в общем, там такие подземные туннели. Ну, природно-плохо-прохладная температура. Состав Феносия Жинограда, Шарданная группа Пиноли, Гатэ, Рисен, Кракоцтель, Савиньон. Так, ну, и понятно, что это Севастополь, улица Портовая. Это что такое было? Оно само? Да. Само выстрелило. Так, ну, и, конечно, третий игрок у нас это... Мне понравился вот этот Крым. Знаешь, это такой закосно-моэт. Ну, а почему нет? Мы тоже так можем, у нас же замещение. Вот и это, кстати, их сосед, Золотая Балка. То есть это предприятие, которое находится в Балаклаве. Если кто не знает, где Балаклава, может посмотреть на карте. Но вообще Балаклава это... Недалеко от Севастополя. Город недалеко от Севастополя. Уникальная бухта, которую не видно с моря. Поэтому она издавна использовалась для стоянки боевых кораблей. В советское время там располагались кто? Подводные лодки. Ну, конечно, не большие, как мурманские, а такие маленькие лодочки. Черноморские. Да, черноморские, как кильки такие маленькие. Вот. Короче говоря, такая вот история. Ну, да, посмотрим на всякий случай, что сделано. Это по заводу-то я расскажу. Так, так, так. Уникальный Гримский гор. Меграфильм, Золотая Балка. Шардоне, Рисинг, Пеноблан, РКЦТ, Леготе. Че, много че есть. Да, большой состав. Это достаточно такая базовая серия. Насколько, что Золотая Балка, да, недавних пор, в общем, была представлена включительно в Севастополе. Севастопольцы очень любили продукцию этого завода. Так, ну че, поперл. Поперл. Да нет. Ну, опять на контрасте, Юр, на контрасте. Тухловат. Да нет, посторонний тон какой-то опять, Коль. По-моему, теперь пробочка тоже что-то такое. Скорее всего, пробка. Слушай, во рту горчит сильно. Угу. Ну, вторых экземпляров я не брал, но то, что здесь пробка, это то есть. Нам очень жаль, но перл мы не можем никогда оценивать, это исключено. Надо сказать, что у нас достаточно теплое все, но это ничего не значит. Хорошее вино должно быть хорошим вином в любом. Мой потолок еще цел, держится. В любую степень нагретости. Так. Так. Так, ну здесь получше, в принципе, уже. Юр, мы с тобой про Севастопольский бриз сейчас? Да. Да, нормально. Ну, там тоже какие-то посторонние. А, ну да. Оно окисленное. Вот. Окисленное в хлам. Причем окончательно. Да, просто вот. Не запущенное, вот оно уже там все. Дай-ка я немножко поем. Немножко это перебить, да? Да. Этот вкус шампанским не перебьешь, да? Как в том и не играть? А вкус ничем. Не перебьешь. Да нет, не надо. Нет, водочки. Этот вкус шампанским не перебьешь. Для закуски немножко островато, но хорошо. Перебивает. Ну да, ну к тому, что более такой нейтральный вкус. Ты рису побольше бери, и он будет нормально. О, красные и кружки. Тоже, ну хорошо, чистенько, фруктовенько, свежо. Есть такой ориготэ, аромат чуть-чуть шарданная, не окисленный. Там много сортов чувствуется даже, даже я это. Свежее. Прекрасно. И, кстати, Юр, и по цвету, даже если посмотреть, это самое прозрачное. Да, да. Ну я вот, я обижен, конечно, за Севастополь, ну Севастопольский завод, но, видимо, что-то там у них с технологиями, с оборудованием не так. Ну вот, но он окисленный, конечно. Ну все равно, по сравнению с химией, которая была вот там, все равно это даже было. Раньше это было вино, да, согласен. Но оно даже сейчас, можно его пить, оно просто похоже вот на такие, знаешь, советские шампанские, которые продавались везде, и они тоже были все окисленные. Просто их выпивали быстро, и не успевали, зачем испортиться. Просто оборудование не было еще, прессов, прессов по белому, так называемого, когда изолируется от контакта с воздухом, и там все это крошилось, виноград окислялся в процессе технологии давления и так далее. В общем, вот эти сразу... Это балка, молодцы, балка чистая, я бы даже и сортовые где-то начинаю разглядывать. Мне кажется, там олиготе проглядывает, такой ароматненький проглядывает шардоне. Винификация чистая, во вкусе неплохой фрукт. Ну, конечно, в контексте предыдущих это вообще, конечно, порядок выше. Топчик! Да, ну хотя кислотность трудно назвать такой прям вот хрустящей. Но она есть, и неплохая. Нет, она есть, неплохая кислотность, но это, конечно, не самый высокий класс напитка, но, тем не менее, можем уже считать, что мы перешли к вину. К эгристому. Да, да. Ну, я не ожидал, что так плохо будет вот в этом сегменте. Ну, когда-то нам должно было не повезти. Знаешь, нельзя бесконечно гулять по минному полю? Ну, я, может быть, дал бы вот шанс вот этому, потому что тут явно корк. Перли-то? Да, в перли. Там явно корка, может, вторая бутылка будет лучше? Да, я просто вот фиксирую, потому что я, скорее всего, не буду оценивать. Вино, если бы мы там вторую бутылку попробовать, но... Ну, корка вот прям вот стопроцентная. Вот, я не знаю, как это расценивать. Ну, просто ищите, как говорится, поставщика... Поставщика пробки получше, да, то есть его как-то выбирайте, ребят. Дикаспика. Да, Дикаспика, это марка Дербинская и Надильская компания, город Дербин. Для тех, кто не видел мои ролики про этот завод, мы встречались с коммерческим директором, был у нас ролик с Лешей Позняком. Вот, Позняк Ржановский. Вот. И это их базовая линейка, как раз с которой они появились. Вышли первый раз на рынок, и все были восторжены, встречены, эти ребята, с пониманием того, что наконец-то в базовом недорогом сегменте появилось качественное вино. И сейчас я понимаю, что это действительно оправданная была радость людей, потому что в базовом недорогом сегменте действительно как бы не так все хорошо. Это минное поле. Причем, да, ну, хорошее пенообразование, как говорят специалисты, вот можно здесь так вот убрать уже на заднем. Пена мелкодисперсионная. Да, вот я просто, чтобы вы видели, как образовывается пена, я пока болтаю, бла-бла-бла. Да и перляж там есть еще. А давай я почитаю, пока что они пишут, а ты разливай, да. Да, я... Так, ну, я-то рассказал, но надо еще и почитать. Вино Декаспет, неповторимое сокровище Каспи, уникальное природное условие Дербенского терруара, наполняют ягоды винограда, исключительно элегантность, с яркостью вкуса. Сознанно резервуанным методом шарма. Видите, люди делают методом шарма, но Фролова-Багреева не тревожит прах. Значит, место происходящее винограда. Россия, Республика Дагестан. Вино и свежего винограда сортов Бьянка. Кстати, достаточно советские такие гибриды и просто сорта, известные в советских времен, аркацители, Савиньон. Бьянка, первенец Могорыча, консервант. Та-та-та. Срок годности не ограничен. Присубление условия хранения. Дата розлива 29-12-22. Достаточно далеко, давно уже розлит. Вот, ну вот, ждал своего часа, когда мы снимем про него ролик, и его все пойдут и купят. Ну, хотя мы сейчас еще попробуем и скажем, можно его покупать или нет. Мы же все честные люди. Абрау. Китатели. Читай. Абрау. Ну, что говорить про Абрау? Абрау мы сейчас знаем. Само за себя. Прекрасный, но Российский поселок, основанный, приложил к его основанию руку, князь Олег Сергеевич Голицын. У них очень много разных, кого? Голицына? Ну, у тебя же Голицынский фестиваль был. А, ну, был, ну, Голицын. Когда все любят. Да у меня что-то к ним. У меня сейчас будет, кстати, форум, не знаю, этот ролик, выйдет до или после него. Если я не свалюсь от усталости. Значит, кстати, многие люди пишут, что Юдич спивается. Это не так. Юдич очень много работает. Во-первых. Во-вторых, Юдичу уже 55 лет. На секундочку. А ты не знаешь. Он плохо выглядит, потому что ему 55 лет. Я просто старый. Просто люди видят, какой я задорный, какой веселый. Они думают, блин, мужику 35, а он... А выглядит до 50, а ему 55. Да, я выгляжу до 50. Поэтому считайте, что я не пью, а наоборот спиртуюсь. Суть в чем? Это базовая, да, не смеши меня. Базовая линейка Abravo Dursoni. Считает там Abravo Light. Не будем про него говорить. За столом ха-ха-ха. Вот. Очень интересно технологически выглядит этикетка. Так очень, кстати, технологически непросто сделать такой вот ромбик. Мне рассказывали, что сложности были с наклеиванием и так далее. Русско-игристы. Самое популярное вино русского винного дома. Abravo Dursos. Основанно в 1870 году. А в 1870 году что еще было, Николай? Да знаю, я знаю. Графиня знает, а ты нет. К столетию этого события в Тольятти открыли, запустили автомобильный завод. Ого. Вообще-то, если вы не фукурите. Вообще, конечно, я, может быть, бы и не знал. Но в наше время был рубль. И на нем был? Да, и на нем была голова лысая. На рубле не было. Да. Да, начиная с червонца был. Да, ну, может, червонца я уже не помню. Не, ну, рубль такой, подожди, не бумажный, а металлический. Это, да, металлический. Металлический. Там были даты указаны. Так, имени ты, виноделы России и Франции, трудились... То есть, короче говоря, учредили Abravo Dursos, например, радиоцелин. Представляете, какой год был непростой для России. Значит, Россия и Франции, патрулисты для вас, чтобы создать шедевр для каждого из ваших особых поводов, уникальных моментов, богатые коллекции и так далее. Место проходения винограда России, Казахстанский край. Год урожая 22-й. Это даже винтажное шампанское, Николай. То есть, шампанском, если указывается год урожая, мы можем назвать его винтажным, потому что в шампанских домах смешивают. Лев Голицын. Это санкт-петербургский завод, который покупает российские виноматериалы, делает вино. И, в принципе, там работают очень хорошие шампанисты, доводилось там бывать, участвовать в дегустациях, обсуждать. Это люди в белых халатах с огромной историей, с хорошим образованием, с большой культурой производства, с историей богатой, с квалифицированными кадрами. В общем, Питер есть Питер, он рулит. Они вот как раз назвали бренд Лев Голицын «Наследие мастера». Только пошли приличные вины, Михалыча понесло. Да, да, насыщенный аромат. Так, место происхождения, Краснодарский край. Зиноград сортов Августин. Я такой не слышал даже. Августин, да. Ну как же, ах, мой милый Августин. А я думал там про клавесин. Ах, мой милый клавесин. Нет, Августин. Клавесин. Да там Августин, ты что, дядя? Это как раз поется про сорт винограда. Августин. Ах, мой милый Августин. Так, Ракцетель Ольгатэ. То есть, он собирается в Августе и только в Питере. Шабаш. Шабаш еще сорт. Надо же. И Бианка. Ну, в общем, где-то они покупают виноградный материал и производят вторичную шампанизацию на своем заводе, что, в общем-то, является практически там 50 слагаемых успеха. Это вот качество вторичной шампанизации, так называемое. 50% наверное, успеха. Да. А я, скажем, 50 слагаемых. Тораторию. Ты, видимо, ассером задумался. Люди и правильно пишут, что юдич, нет-нет, да и... Да. Заносит. Да, да. Так, первый у нас с тобой дикаспика, да? Да. Ммм, чистенько, хорошо. Ой, ну слушай, ну, уже радовать начинает. Ммм. И вкусненько. И во рту хорошо. Кислотность прям такая хочется. Кислотность, какая хочется, вот ты правильно сказал, вот даже он насчет лучше золотой балки, на десятую баллу 100%, что золотой балке, она уже была чистенько свежая, но у нее не такая была прям свежая яркая кислотность. А заметь, что это вино провело в бутылке в год. Оно кисленькое, но не веселенькое. А здесь кислотность веселенькая. Да, вот смотри. Согласен. Веселенько, но она более чувствительная такая. Дикаспика, это тот же регион, что и Эндемы я пробовал. Да, да, это Эндемы. Это завод тот же, нет? Тот же, я тебе говорю, Дербенская Надежская компания. То есть вот рука чувствует. Ну, я что, всех запомнил, я же них. Я рука чувствую. Я народ. Дербенцы. Послушай меня, 23-го, 12-го, 22-го был розык. То есть ему почти год этому вину. В бутылке. И оно прекрасно себя чувствует. Показатель как раз именно хорошей кондиции ягоды. Хорошей кислотности. То есть оно хранится. Оно, ничего с ним не происходит. Понимаешь, во-первых, те, кто любит запасать вино, то есть могут это иметь в виду, чтобы закупать вино и там закладывать, ну, желательно не хранить его где-то там, где-то далеко. Слушай, попробую споили. Уже... Слушай, я боюсь, потому что очень остро. Я потом лучше поеду. Да, я боюсь. А мне вот заходит очень. Входит и выходит, замечательно заходит. Как детишку. Так, второе, поехали. Абрау. Абрау-дирсо, или как мы их часто ласково называем, Абраски. Абраски. То ж, ну... Свеженько. Тут уже, как графиня поправит, но была ближ, или как это положение обязывает? Нет, положение... Так не говори, это фанагории слоган. Это вообще устоявшееся идиоматическое выражение. Да, но фанагория, компания избрала это в своем... Кстати, нет фанагории здесь, мы не увидели. Избрала это в своем слоган. Нобел облиц. Слушай, ну и во рту хорошо. Ну, кстати, но он отличается здорово, да? Он по насыщению даже. Но он по более броске. Он как-то повзрослей. Этот молодой и задиристый. Да. Дербент молодой и задиристый. И он мне даже больше нравится этим. Ну, для меня дербент погармоничнее немножко. Здесь я бы чуть-чуть больше серый увидел. Некоторая обсеренность есть. Да, да. Чуть-чуть посернее, но при этом свежий. Много таких вот каких-то... Да, посмотрим розлив, кстати, тоже интересно. Розлив, что-то не вижу. Он такой свежий, но не совсем молодой. Года урожая. Но это как бы тут, это может на бутылке. Не разберешь их. Где они там что-то печатают. Как... Непонятно. Ну ладно, ну в принципе тоже хорошо. И в принципе одного уровня примерно. Безристые. Вот. Ну, уже можно разбираться в нюансах. Да. Кстати. Мне здесь нравится такой травянистый тон. Мне кажется, это вот в тех регионах так хорошо получается шардоне. Оно такое вот... Чувствуешь прям трава? Так, помнишь, мы дегустировали шардоне у нас такие травянистые. Причем трава не скошенная, а такая начало летнее, зрелая, но еще... Не слишком молодая зеленая и не пожухшая уже. Зеленая. Зеленая, ладно. Зрелая. Готовая к сенокосу, так скажем. Зрелкая, я бы сказал так. Да. А вот так, знаешь, когда в детстве не ходила, такая высокая трава, а ты берешь какую-нибудь там палку такую... И идешь. Рубаешь. И начинает этот запах этой срубленной травы такой классной. И ты-то заходишь, врубаешься, врубаешься. Такой мачете себе придумал. Такой рубеже. Слушай, вот я сначала не понял, а потом здесь прям хлебная корочка. А, ты до Голицына еще не дошел. А, Голицын пока нет. Значит, ну, в общем, по поводу Абрау-Дерсу я хочу сказать, что очень свежо. Вот этот на самом деле чуть-чуть такой может быть где-то сернистый тон, но он как-то такой выливается, как минеральность. Потом такой, знаешь, как кремень постучали. Поэтому, в принципе, такой прям вот, я беру свои слова назад насчет серы, потому что это такой приятный минеральный тон даже вот пришел. Такой, знаешь, пороховой такой чуть-чуть дымок. Голицын тоже, кстати, мясистый. Удивляются, вагончик тронется, вагончик тронется. Новогодняя песня, вагончик тронется, перрон останется. Так, хорошо, все три образца прекрасно. Ну, как бы это не высший класс, конечно. Но хочу заметить, конечно, ребята, что... Как они радуют на контрасте, да? Эта история, конечно, я вам скажу, что она стоит, извините, 300, но 300 по акции. То есть вот эти в регулярке какие-то, а эти по акции, но... Он, хочу сказать, что лучше тогда по акции сыскать что-нибудь вкусное, чем брать, как бы, вот это все. Или там плюс добавить 100 рублей и купить вот уже, ну, настоящих ребят, да, то есть настоящих производителей. В общем, на самом деле, Голицын тоже меня порадовал. Очень полный вкус, и он такой... Хороший. Он непростой во вкусе, он уже можно его разбирать. Он сложноватый такой, такой, да. Он, как минимум, два вкуса имеет. Сначала первый глоток, у него, как минимум, два вкуса. Сначала первый глоток, а потом приходит послевкусие, и они разные. Да, хорошо, кислотность не такая, как декаспика. На самом деле, вот по свежести я бы на первое место декаспика поставил по кислотности. Но он молодой, игристый, вот ощущения. Да, ну, именно, когда он налит, да. Но здесь уже они немножко, конечно, где-то уже начали... Подзрели, скажем так. Подзрели, да. Но все равно они хороши, так гармоничны. Ну, и, конечно, не высшего прям класса. Но это уже достаточно... Ну, положение-то обязывает. Неплохие, да. А как бы ты там не ругался, но... И так далее, да. То есть, поэтому на этот... Имя, имя... Да ты ругался, что я это выражение использовал. А тут имя обязывает. Ну, я просто пошутил, 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 да. Имя обязывает, да, именно потому что... Все-таки бренды, надо как-то следить за качеством. Ну, вот такая история. Ну, у нас, кстати, мы быстро все-таки, Юра, умудрились. Вот я просто хочу, вот пока открывает Коля бутылку, сказать для людей, которые, несмотря на наличие каких-то брендов, покупают все равно какие-то другие бутылки, ну, там, на 100 рублей дешевле. Вот. Ну, я скажу, зачем вы это делаете? Потому что, во-первых, вот это вот все, да, то есть это уже просто вам может испортить правильность. Однозначно показатель, да. Не живете в... Вот, Крофиль с ними начал. В пластиковом мире. Да, уже, ну, не в Советском Союзе, уже шагнула вперед индустрия производства вина, да, и доплатите, потратьте чуть больше на 100 рублей. Есть акции, есть там красные-белые, где можно тоже сыскать какие-то интересные образцы, недорого. Сети стараются доставить хороший продукт по небольшой цене. Ну, правда, для чего-то сети еще ставят на полку продукт, который, ну, честно говоря, вот это все трудно назвать вином, игристым, чистым, каким-то интересным. Сожалею, друзья мои. Тоже неплохо. Это Инкерман. Все мы знаем Инкерман, дай прочитать, что там написано. Это прекрасный завод, тоже в Севастополе. Завод исторический, богатая история, с прекрасным современным производством, с Ларисой Петровной Шумчук, замечательным директором Инкермана, женщиной влюбленной в свою профессию, с богатейшим опытом, с прекрасными менеджерскими способностями находить людей. И вообще предприятие всем известное и с хорошей, отличной репутацией. Эта, кстати, бутылка тоже была по акции, то есть регулярная цена у нее побольше, вот, но сейчас продала за 300 с чем-то рублей. А когда разлито? Разлито. ББМ, ДТТМ. Разлито. Разлито. Ну да, надо сказать, что они еще делают пока, да, ради 0,9, 11, 22, то есть еще раньше, чем Декаспика. То есть это точно уже год ему этому шампанскому. Ну, мне кажется, все-таки уже началось. Потихоньку окисляться. Ну, это ты эксперт. Ну, есть немножко, да. Они на заказе, кстати, делают на золотой балке, я прочитал. То есть братья? Нет, они, Энкерман свой бренд размещает на золотой балке, это нормально, это принятая практика, они могут даже давать им. Просто Энкермана, возможно, не хватает или вообще не используется кротофоры, то есть для производства шампанска вторичным способом. И они могут давать, например, и винматериал свой, вот, и там производить его. Но смотрите на Руслев, когда покупаете вино, не для всех вин, но для многих это показатель. Ну, как мы попробовали дикаспика, оно свежайшее, хотя год ему уже. А вот этот уже Энкерманчик начал. Ну, немного, да. Хотя во рту очень. Но он при этом, знаешь, это как, немножко усталый, но все равно боец. А мы же не ставим этого. Он только перешел через гору. Вот в левый фланг. Нет, нет, нет. Не, но он может быть даже где-то уже там чуть-чуть спустился с вершины, но все равно. Все равно шампанское качественное, шампанское вкусное, им вкусно забить паэлью. Давай я уже, вот, как последний образец, я могу поесть полноценно. Проголодался. Ну, я же говорю, я пока поймем, а ты мой говори. Говори. Я абсолютно поддержу Юрия Михайловича. Как видите пластиковую пробку, бегите, как от огня. А как они увидят? Они же там подошли. А можем почувствовать, попробовать. Поковырять хоть немножко, пока камеры не видят. Люди гладят, гладят эти, и чищут. А вы булавочкой расковырял, посмотрел. Заковырял обратно. Ну что, у нас был пример вот этого. Здесь был кург. Ну, знаешь, тоже вот это вот детское шампанское в этих всех перлах, да. Ну, в составе букета из крашеных роз каких-нибудь, это будет выглядеть смешно. Ну, весь, хорошо. В принципе, смешно. На самом деле, обычно так оформляют всякие такие буски, там, что-нибудь такое. Ну, а липоватые что-то, да. Да, винные напитки. Но здесь ребята старались, хотели что-то сделать. Вот, но, видишь, в результате ни вино не получилось, ни бутылка, в общем, толком. Потому что это, конечно... Ну, кич, кич, кич. Да, ну, кич. Ну, кстати, по-моему, эта штука еще в банках в алюминиевых разливается, вот этот перл. Кстати, возможно. Может, если надо попробовать в банках, то, может, там коробка нет. Может, кстати, как-нибудь перепробуем. Пишите в комментариях, если хотите, что мы попробовали вина в алюминиевых банках игриста. И там, кстати, по-моему, есть вот этот перл. Вот, попробуем. Если уж там будет посторонний вкус, то это точно дефект, проблема вина. Но пока оставим это на то, что это, возможно, была проблема в пробке. А я вот инкерман распробовал. Ну, он и вартуал хорош. Он не такой прям оксидированный. Вот есть у него некоторые... Очень приятная кислотность. Да, но он при этом полный. И минеральность в аромате. Да, хорошие. Ну, не знаю, да. Да, ребята. Ну, он просто уже вот уходит в стилистику более таких, как сказать, не цветочных, а скорее фруктовых вин. С желтым таким вот стилем. Желтым. Хотя, несмотря на все, достаточно светлый. Да. Ну, я имею в виду ароматику, ощущения, возникающие от фрукта. То есть, это желтый спелый фрукт. Это не молодые цветочные какие-то травянистые вина. Да, то есть, поэтому зря ты вот уже начал говорить, что окисленные. На меня начинаешь влиять. Какой я мощный вообще. Какой я мощный вообще. Ну, я и вешу побольше. Ну, ты имеешь в виду... Ну, по-моему, все уже не сломал. Вес не в обществе, а физический вес. Я хочу, значит, снять для... Вот этот бардак. Вот это мы столько всего попробовали. Вот такая тут у нас получилась история. Вот так. А у меня почему-то на моей стороне скопились вот эти несчастные... Несчастные трубочки. А ему что похуже? Да, тут вот эта съемочная группа, графиня тут стоит. Может, люди еще... Машин людям, покажи себя. Скажи, что... Не голодные, накормили. А то есть уже общество возникла защита интереса видеографини. Тебе хватает еды, питья? Нет? Тебя мучают здесь? Обижают? Ну, все, в комментариях пойдет хейт на Юдичи за то, что графинечку замучил. Ну, кстати, да. Ну, блин, что-то меня сбил прям с Нкерманом. Хороший он. Это не та окисленность, которая была вот у нас в образце, там, в одном из... Так, ну и вот, конечно, тазик. Покажи нам сверху. На это... Минассали! На это нам часто этот старый анекдос. Да-да-да-да-да-да-да. Слушай, я даже Нкерман допью. Допей, допей. Вот он сначала ругал Нкермана, теперь его допивает. Нет, это хороший такой, я называю, это еще немножко такой, знаешь, классический советский стиль вот у Нкермана. И к тому же это, кстати, можно даже вот сейчас сравнить с золотой балкой. Она чуть-чуть по фруктоле. То есть это вот, если это один и тот же, да, разливальщик, например, можно попробовать, что тут. Немножко по-другому сделано. Но похоже. Вот, ну, даже Нкерман даже немножко побогаче, побогаче. Чем золотая балка? Наверное, соглашусь, да. Ну, вот ты налей себе вот рядышком, вот ты попробуй. Ну, я только что закончил Нкерман. Я сейчас знаю, что... Думаешь, тебя никто не сдерживает, вопрос осторожнее. Если ты нальешь себе и то, и другое, и рядышком поставишь. Вот, налей. Я не буду... Это помнишь. Вот, он такой, как будто бы... Нкерман сильно ярче в аромате. Ярче, он плотнее. Он как то, что я, слово, которое мне не разрешают говорить на жористе. Я разрешаю. Ты у меня в гости? Разрешай. Он богаче. Вот, я бы его, может быть, даже чуть ли не на первое место поставил среди всех. Потому что, если эти такие фруктовые игристые изящные... У этого кислотность даже сильнее у золотой балки, но она же и у меня лично немножко даже напрягает. Да. У него сбалансирует. Да, я думаю, что вот это вот как раз игристое, оно вот воплощает наследие вот этих шампанских хороших образцов именно советского... Коллекционных, медальных. Да, медальных наших игристых вин шампанских. Ну, все, друзья мои, мы, наконец-то, с большим удовольствием прощаемся с категорией для тех, кому за 300, для тех, кому за 200, вот, потому что, в принципе, ну, эта категория нами уже, считайте, пройдена. Ребята, не хотите себе испортить праздник, новый год, не жмотитесь. Да, ну, умышленно, умышленно мы поставили, то есть дело в том, что практически все, я не помню, там будут изображения с ценами, но почти все эти вина, они стоят в регулярке 400, даже там 490, такие цены на них. Вот, но они все продавались, вот, первая циферка была 3, это я помню хорошо, да, то есть, соответственно, там, 350, 360, вот, но, значит, их можно купить за эти деньги, правильно? Да. Вот, соответственно, ну, значит, лучше их купить, чем тратить на что-то непонятное. Так что, друзья, игристых вин много, они хорошие, я предлагаю за это выпить, да, и есть там, что выпить на Новый год, закупайтесь, у нас еще будут тесты, вина подороже российские, просыки возьмем. Да и сладкие, полусладкие, да. Все, мы попробуем, ради вас, друзья мои, ради вас. Так что, что нам нужно делать, чем нас нужно поддержать, лайки, колокольчик тоже надо говорить. Колокольчик, сюда лайки, туда чаевые. Да, что, я уже прямо, я уже увидел, как прям деньги полетели, люди прям деньгами у нас там, там, типа там, знаешь, как это, один там такой, так, стоп, потом так, нолик еще так, хоп, там. Да, а то и два. Ладно, спасибо, мы еще будем благодарить донатеров, как они накопятся, и, может быть, уже задумались о съемке новогоднего ролика, который, конечно... Не дай бог театрализованного. Ну, посмотрим. Но мы предупредим заранее. Да, но мы предупредим, для тех, кто не любит алкотята, тем не будем. Все, друзья мои, мы... Пейте хорошее. Да, сегодня, когда я был на кассе, забирал уже вот эти бутылки шампански, кассирчик сказал спасибо, и мне хотел сказать, с наступающим. Ну, почему не поставить людей с наступающим, в конце концов, он же всегда... Снег уже идет. Фраза, это верно, он наступающий даже и в июле. Вот, поэтому с наступающим и всем счастья пить хорошее вина и живить хорошо и здорово. И так будет с каждым, кто не купит стиральную машину для отказковат. Вот оно. Вы спрашивали, куда деваются образцы. Вот, смотрите, тазик со сливом, все выливается в ракет. Это все то, что было слева в фильме. Вот Крапиня работает там сливой. Славы зрителей, это было справа. Ну, как-то так. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»